Друзья, привет! Меня зовут Игорь, вы на канале Техногайд. Здесь мы, как обычно, говорим о новых гаджетах, компьютерной периферии и комплектующих. И как раз попал ко мне в руки вот такой интересный комплект оперативной памяти от польского бренда Goodram. Называется IRDM PRO DDR4 в эффектном белом цветовом решении. У них на сайте Hollow White называется вот такая серия в белом цвете. Но главная фишка, на мой взгляд, не в этом. Эта память работает на частоте 4000 МГц, вот прямо из коробки. Производитель позиционирует данную модель как решение для игровых, да и, в общем-то, рабочих задач, которые требуют высокой производительности. Работа с видео, тяжелой графикой, 3D объекты и вот это вот все. Но перед тем, как мы эту память установим и погоняем, хочу вам напомнить, друзья, что мы сейчас живем в очень непростой период пандемии, когда нужно особенно тщательно следить за гигиеной и соблюдать предельную осторожность даже в таких вот повседневных обычных вещах, как покупка электроники и техники в магазинах. И в этом плане хочу обратить ваше внимание на магазин Майо. Эти ребята молодцы. Открыли полностью автоматизированный магазин склад в Киеве по улице Марка Вовчка, 18А, который работает в том числе на самовывоз. Здесь работает прямая транспортная линия со склада, человеческий фактор и контакты сведены к минимуму. Плюс работает магазин склад 24 на 7 и вы можете выбрать наиболее удобное время, чтобы забрать заказанный товар. Ссылку оставлю в описании, переходите, выбирайте. Но вернемся к оперативной памяти. Вот в такой упаковке из блистера прозрачного она поставляется. Внешне эта планка, как две капли воды, похожа на IRDM Pro DDR4 из одного из предыдущих обзоров. Но не нужно их путать. Эта память работает на 4000 МГц, это 3600. В моем распоряжении две планки по 8 гигов, в сумме 16 гигабайт. И понятно, что всех нас интересуют в первую очередь тесты, параметры, цифры, как она работает. Но это тот случай, когда я не могу не остановиться хотя бы немного на внешнем виде этой памяти. Белый полностью металлический радиатор. Выглядит очень интересно и необычно. Будет круто гармонировать с белым корпусом вашего компьютера. А если у вас материнская плата тоже в белом цвете, то будет вообще смотреться отлично. Такой себе вариант для эстетов, которым важно не только, чтобы компьютер классно быстро работал, но и выглядел соответствующим образом. Обратите внимание, что даже текстолитовая основа здесь тоже белого цвета. Вот вам внимание к деталям. Высота радиаторов 32 мм. И это очень хорошо, потому что можно использовать такую память как со стоковым кулером, это понятно, который у меня сейчас установлен, так и с каким-нибудь, ну вот, вот хотя бы вот таким вот большим башенным кулером. Тоже все станет без проблем, если захотите поставить. Ну что ж, устанавливаем память в слоты на материнской плате и погоняем ее в тестах. Характеристики тестового стенда появятся на экране. Это материнская плата Gigabyte Z490M и процессор Intel Core i3-10100, 10-е поколение. И вы меня, наверное, спросите, Игорь, зачем ты взял такую крутую оперативную память для такого нищебродского процессора? Он же не раскроет потенциал такой памяти. Да, возможно, не раскроет. Но это вариант покупки на вырос, чтобы потом, по мере обновления процессора, не стоять перед вопросом, что вот недавно купил оперативную память, теперь придется покупать другую, потому что хочется быстрее. Почему бы сразу не взять топовую модель? В общем, по дефолту данные CPU-Z получились вот такие. И первый тест AIDA64 в стандартном режиме без XMP профиля. Вот такие результаты. Как видим, поначалу все довольно скромно, но сейчас будем разгонять. Переходим в BIOS, активируем профиль XMP. Кстати, он у меня не сразу запустился, просто так не получилось. Пришлось потанцевать с бубнами, поменять вторичные тайминги, пошаманить с напряжением, но, слава богу, запустилось. Теперь результаты тестов получились вот такими, и это уже куда интереснее. Ну и давайте сравним с XMP и без него результаты на одном экране. Кому можно рекомендовать GoodRam ARDM DDR4 с частотой 4000 МГц? В первую очередь тем, кто подбирает конфигурацию памяти на вырост под новые процессоры и хочет, чтобы память была максимально быстрой, возможно, с расчетом на будущее апгрейды другого железа. Такая память подойдет как игровым сборкам, так и каким-то кастомным компьютерам в таком красивом минималистичном стиле. Тоже отличный вариант. Память хорошо себя зарекомендовала, это видно по синтетическим тестам. Я ее фанатично как-то не разгонял, а просто довел показатели до заявленных значений и проверил, что все работает так, как заявляет производитель. Цены на данную память вот они на e-каталоге, именно такой комплект, как у меня на тестировании. Две планки по 8 гигабайт, 16 гигов. Друзья, на этом все. Подпишитесь, пожалуйста, на канал, ставим лайк, если видео понравилось и увидимся мы скоро с вами в новых роликах. До скорого!